Для любого натурального числа k существует такое натуральное n, что φn делится на k. Как я здесь вот, остатки отделения на 2, расписывал остатки отделения на 3. Давайте я сделаю следующее. Я напишу здесь вот число 0, оно имеет номер 0, да? Потом номер 1, 2, 3, 4 и так далее. И буду писать остатки отделения на k. Итак, пишу. Заменим числа фибоначчи на остатки отделения на k. Вообще остатков отделения на k существует ровно каждую. 0, 1, 2 и так далее. k минус 1. Так что вариантом будет кроничное число. Но, если я знаю в каком-то месте остаток отделения, то я вообще-то не знаю, какой остаток будет следующий и какой был предыдущий, потому что числа фибоначчи определяются не через предыдущее число, а как сумма двух предыдущих чисел. Поэтому я должен не просто рассмотреть остатки, а пары соседних чисел. Вот это самое главное здесь идея. Рассмотрим пары соседних. Ну, смотрите, остаток бывает от 0 до k минус 1. Рядом с ним остаток от 0 до k минус 1. Значит, для пары остатков, вариантов всего k квадрата. На самом деле их меньше, потому что вариант, когда рядом два числа делятся, например, на двойку, не бывает. Потому что тогда вы предыдущий делились на двойку, предыдущий и так далее. И получилось, что они все делятся на два, да? И вообще для любого k большего единицы не может быть, чтобы два ряда настоящих делились бы на k. Так что вариантов на самом деле меньше, чем k квадрата. Но мне это сейчас не важно. Потому что важно только то, что это конечная часть. Поэтому если я выберу достаточно много этих самых пар, то обязательно какая-то из них повторится. То есть формально говоря, что я делаю? Я выписываю числа φ1 и φ2, φ2, φ3, φ3, φ4 и так далее, и так далее, и так далее. φ k в квадрате, φ k в квадрате плюс 1. Это k квадрат разных пар. Слушайте, а давайте я еще 100 лёгий пишу, а? 0, а здесь будет φ1. Тогда этих пар будет k в квадрате плюс 1. А вариантов для них k в квадрате. Значит обязательно... Да, все это мы смотрим по модулю карты. Это не сами числа, а остатки отделения на k. Значит, в какой-то момент где-то найдется пара такая же, как где-то в другом месте. Представьте себе, у вас есть какое-то там число фибоначчи и следующее за ним. И с точки зрения делимости на k, то есть когда мы смотрим только остатки отделения на k, какое-то там φL плюс n и φL плюс n плюс 1. И вот эта пара такая же по остаткам, как эта. Смотрите, что я в таком случае могу сказать. Я могу сказать, что предыдущее число, напоминаю, что предыдущее, это φL минус 1, φL для этой кармопарки. Вот это предыдущее число легко вычисляется по правилу. Что такое φL минус 1? Это φL плюс 1 минус φL. А что такое φL плюс n минус 1? Это, господа, φL плюс n плюс 1 минус φL плюс n. Так вот, если остаток φL плюс 1 такой же, как остаток φL плюс n плюс 1, и остаток φL такой же, как остаток φL плюс n, то на самом деле и у этих остатки будут такие же. И значит, если я знал, что вот эта пара при делении накат остатки дают такие же, как вот у этой пары, то и у предыдущей пары то же самое. Вот у этой пары остатки будут такие же, как у этой. И у предыдущей также. Так же мы сможем потихонечку ползти назад. Каждый раз и внизу, и вверху, и передвигаясь ровно на одну парку. И когда-нибудь мы дойдем до вот этой. До пары 0 единица. И в этот момент вот это поднялось сюда, ну а это, соответственно, поднялось куда-то сюда. И получается, что здесь есть число, делящее ся 1. То есть есть число, дающее ся 0 при делении накат. То есть есть число, делящее ся 0. Так, господа, поднялись? Можно еще раз? Еще раз, можно? Это действительно важная штука, это не жалко еще раз. Во-первых, принцип деления. Рассматриваем остатки от деления на число к. и говорим, что если мы смотрим на пару соседних чисел, то вариантов всего к квадрат штука. Значит, если мы возьмем много этих пар, больше, чем к квадрат, то обязательно произойдет повторение. Ну это такая идея, что если у вас есть жилья на 10 человек, а приехало 11, то кому-то не хватит. То есть у нас к в квадрате максимум вариантов, а если мы возьмем больше, чем к квадрату вариантов, значит какой-то вариант обязательно повторится. Так? После этого самое важное. Если какие-то две пары дают соответственно одинаковые остатки, то есть, если у нас есть какие-то две пары, вот эти, как говорят, сравнимы по внутрению ка, то есть дают один и тот же остаток. И вот эти сравнимы по внутрению ка, дают один и тот же остаток. Так вот в таком случае и для предыдущих пар будет то же самое. Теперь поняли? А потому что я написал. А это называется определение штат фибоначи. Число фибоначи это сумма двух предыдущих. Здесь тоже самое. Вот эти слова фибоначи сумма двух предыдущих. Если мы знаем остатки отделения этих, то мы знаем остаток этого. А у них были такие же остатки, значит это будет такой же остаток, как этого. Теперь поняли? Вот, ну и все. Когда-нибудь мы доползем. То есть, здесь два объекта дают одинаковые остатки, а они постепенно ползут. Когда один из них доползет до нуля, другой еще не доползет. То есть, здесь тоже где-то будет 6-6-6-6-7. Вот, все. Договорились. Господа, разумеется, это, что называется, совсем не то, что нам хотелось. В общем случае. То есть, нам хотелось бы точно знать, вот там для такого-то числа, какое будет делиться. А это такая вот типичная теорема существования. Мы знаем, что оно существует. Но, чему именно равно? Ну, какая-то оценка у нас лишь получилась, что это n не больше, чем k квадрат. Вот. Видно, что, конечно, очевидно, что там есть что-то более интересное, что-то более замечательное. Продолжение следует...